В России появится реестр недобросовестных родителей. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестр недобросовестных родителей. Он призван повысить защищенность детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Таких ребят, находящихся под опекой, сейчас в России около 400 тысяч. Цель поправок в закон самая благая – обеспечить детям достойную жизнь. Фото – Владимир Смирнов, ТАСС. Предлагаемое изменение позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, говорится в описании законопроекта. Минус. Владимир Путин заявил о создании 270 тысяч мест в Яслих за три года. Почему в нем возникла необходимость? По закону люди, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанности опекуна, из-за того, что плохо выполняли свои обязанности, не могут снова усыновить ребенка. Однако на практике такие случаи происходили неоднократно. Причина – отсутствие механизма обмена между компетентными органами сведениями о таких лицах. Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о них. Таким образом, люди, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова взять там под опеку малыша. Реестр с данными о таких людях предлагается включить в Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Для этого в федеральный закон от 16 апреля 2001 года Н-44 ФЗ будут внесены изменения. Абсолютное большинство приемных родителей – это люди, которые заслуживают огромного уважения, поддержки, заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Но процедура усыновления, а также процедура установления опеки должна идти под строгим государственным контролем с полной информацией о тех, кто ребенка будет воспитывать, кто будет растить. Минус. Родителям рассказали, чем занимаются их дети в интернете сейчас. Согласно Семейному кодексу, выписка из решения суда о лишении родительских прав или отмене усыновления направляется только в ЗАГС. Законопроект предлагает также направлять такие выписки в органы опеки и попечительства. И уже через них информация о недобросовестных родителях будет попадать в Государственный банк данных. Ранее Министерство просвещения предложило изменить порядок усыновления и опеки детей, а также требования к приемным родителям. Например, запретить усыновлять более одного ребенка в год. Обязать будущих приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. При этом поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован органами опеки. Цель самая благая – обеспечить детям достойные условия жизни. Все это должно повысить защиту детей-сирот и их право на полноценную, настоящую семью. Особенно остро этот вопрос встал после того, как в нескольких семьях в течение последних лет по вине опекунов произошли трагические случаи. Ежегодно в России происходит примерно 4000 возвратов детей к государству. Как рассказала РГ член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, профессор кафедры возрастной психологии и М.Л.Ф. А Буховой МКПУ, Галина Семья, ежегодно в России происходит примерно 4000 возвратов по инициативе замещающих родителей или органов опеки, в 2017 году 4757 случаев. То есть приемные семьи отказываются нести ответственность за ДТ и возвращают их государству. Или же органы опеки отменяют передачу ребенка в семью в связи с ненадлежащим выполнением усыновителями, опекунами и обязанностей по воспитанию детей по причине жестокого обращения с детьми. К сожалению, сегодня распространенной становится практика, когда детей берут под опеку именно из-за финансовых мотивов. Берут сразу несколько детей-инвалидов и не справляются. Начинается неадекватное родительское поведение, пренебрежение интересами ребенка. Я могу привести десятки подобных историй, говорит Галина Семья. Становится больше трудных детей, инвалидов, детей-совс, подростков с отклонениями в поведении. Им нужна серьезная реабилитация, им нужна семья, которая поможет. Именно интересы детей, а не опекунов должны быть на первом месте. Власть, работа, власть и общество, семья и дети, законодательная власть, Госдума, законопроекты и комментарии.